Слава Украине! Привет всем от Полонского! Апдейт по Бавовне Воронежской области. Ребята, Бавовна того стоит, чтобы сделать по ней апдейт. Сегодня, значит, населенный пункт Сергеевка, Воронежской области. Совершенно, ну как, недалеко. В районе 160-170 километров от границы Украины. Соответственно, это дрон пролетел километром 200-250. Вот. Попал по складу БК. Я с утра вывесил на телеге у нас несколько видосиков, которые характеризуют этот взрыв и эту детонацию. Но, знаете, на тех видео, как бы, ну как вам сказать, нет масштаба. Непонятно, что там взорвалось, непонятно сколько. Снято с большого расстояния. Да, видно, что попало. Да, видно, что есть детонация, но не совсем ясен масштаб. А теперь уже ясен. Масштаб просто катастрофический. Там тысячи тонн боеприпасов. Чтобы вы понимали, это джетпот. Да. Наши попали просто в зюзю, что называется, попали. Да. Значит, это один дрон сделал. Один дрон пролетел и попал как надо. Значит, там, как казалось, гигантские военные склады, сравнимые по масштабам с вот этими нашими складами, которые взорвались, помните, до войны, да? В 15-м году в каком-то, Лазовая, Богданевка, о, да, точно помню, Богданевка была и так далее. Вот. То есть, ну и у расистов было такое на Тихоокеанском флоте, там в Приморском крае тоже такой же приблизительно масштаб был взрывов в свое время, еще до войны, и вот сейчас второй такой вариант. Видимо, это была такая центральная база по снабжению всего Российского фронта оружием. Да, дрон принадлежал СБУ, СБУ отработало. Что они сказали? Значит, что на базе хранилось ракеты «Земля-Земля», ракеты «Воздух-Земля», то есть это то, чем обстреливают Украину постоянно. Танковые снаряды, снаряды для российской артиллерии, и грады, ну, грады, понятно, это «Земля-Земля», и большое количество стрелкового оружия и патронов для стрелкового оружия. То есть, вот это все там хранилось. То есть, от ракет и кончая стрелкотней в гигантских количествах. И вот сейчас уже вы вывесили новое видео, которое действительно показывает исполинский масштаб того, что там происходит. Там сейчас идет детонация активная. Сначала попал дрон, он попал, видимо, в очень удачную болевую точку. Ну, а дальше уже помогать не надо, там оно само себя все это дело подрывает, и дальше оно просто несется. Уже есть видео, как там, да, пошла эвакуация очень серьезная оттуда, потому что там находиться невозможно. Эликснаряды, эти грады, оно все летит во все стороны. Местные эвакуируются, много разбитых домов. Там такое комичное видео тоже я вывешивал, как житель Воронежской народной там ходит вокруг дома, смотрит там. Его дом не разбит, ну, так, посещен немного осколками. А вот соседские дома разбиты были. Щет-секают, разговляют чудовую украинскую мову. Да, то есть там люди говорят по-украински, это Украина. Это я уже не первый раз вижу, когда в Воронежской народной, говорят по-украински, кстати, в Белгородской народной тоже самое. Поэтому вопрос о статусе этих областей, с моей точки зрения, пока что еще открыт. Вот, но это будущее дело. А пока что вот такой джет-пот в виде попадания, я так понимаю, или самого большого склада, или одного из самых больших складов у расистов на европейской территории. И когда она все детонирует, непонятно, такие вещи могут гореть или взрываться неделю, например. И подъехать туда только можно на танке. По-другому никак. Есть специальные там бронемашины, которые вот сделаны на основе танка. Они там способны, скорее даже не потушить пожар, а просто подъехать и делать какие-то манипуляции. Тушить это невозможно вообще. Так что, кому интересно, перейдите там на телегу, посмотрите, как это все выглядит. Это действительно исполинское попадание такое, что знаете, одно на тысячу. В свободы Украины.